МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Перспективы нафтоздобычей. Специалисты беларуснафта у першиню приступили до масштабных разведочных работ у паудневой часы Прыпецкого Прагину. Вырубять лес, зробять звалку и завалять район смертьем. Такое резонансное поведомление з'явилось на одном с телеграм-каналов. Наши корреспонденты высветлили, у им ни слова правды. Дароги памяти аутопробегом по местах боевой славы у Нарулянским районе означали годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Предприемство «Беларуснафта» приступило до масштабных работ у паудневой часцы Прыпецкого Прагину. Вызначены три наибольш перспективные участки – Валауски, Йельскі и Радамлянскі. Специалисты прогнозуют, запасы вуглеводородов тут складают больше, як 14 млн тонн. Дмитрий Котов выехал на место. Супрационники «Беларусьнафты» у першиню приступили до масштабных геолого-разведывальных работ на паудне Гомельской области. Вядома, што перші испыты на гэтых територіях проводіліся ясше у савецкі гады. Але што реалізоваць сурьозны праэкты не отрымалася, не дазволіла технічнае узбраєння. Зараз усе па іншаму. Єсь усе подставы прогнозаваць адкрытію новых радовичаў на глыбіні 4 тысіш метраў. На Валавскім участку паудневой части Прыпецкага Прагину сёня до работ приступила сейсморазведывальная партая. Масштабну реалізацію пошукова бурэння плануюця распоршать ў 2023 годі. Важно отметить, що зона нашого геологічного інтереса, которая сосредоточена в южной структурі зоні Припецкого прогиба, знаходиться на незначительном удаленні от Мозыльского нефтеперерабатывающего завода. Это всего лишь 70 кілометрів, що позволить в перспективі всю добуту нефть із этого регіона направляти на Мозыльский нефтеперерабатывающий завод і загружати ёво мощності хорошей, высококачественной, лёгкой нефті. Освоєння паудневой части Гомельськай в області ключовий напрямок у стратегії геолога-разведки для Беларусьнафты. Проект различений на ближайші 5 годів. Программа полевых сейсморазведвальних робот у форматі 3D уключає 3000 квадратних кілометрів. Проводяться і вони будуть на території Лельчицького, Єльського, Наравлянського, Мазырського і Хойницького районів. Сейсморазведвальні роботи у нас проводяться постоянно, в основному на уже достаточно хорошо изученных зонах. Це центральна зона, северна зона Припецкого прогиба. Соответственно, в южній зоні Припецкого прогиба ми не проводили роботи. Уже последні 30 років практично ми сюди не возвращались. По прогнозах специалистів, запаси вуглеводородів у полдньовій структурній зоні Припецкого прогиба каля 14 мільйонів тонн. Така висново зроблена по выніках попередних дослідовань. Дмитрий Котов, Євген Макеєнка, телерадиокампанія Гомель, Лельчевський район. У Шлобінськім районі пабудують сметься сартовальний завод. Пакуль выбирають для його пляцовку. Між тим, експерты інтернета смело докладують читачам, што територія абраная, узгодненая і там уже вырубаюць лес. І што пляцовка адносіцца до природооховной зоны. Марина Сівер'янова пабывала на спрэчном місце, каб адзіаліць віртуальнія падзеї ад реальних. Вирубять лес, зробять тут звалку, літерально паховають природооховную зону пад горами сметься. Таке резонансное повідомлення з'явілося на одним з телеграм-каналів. Ми вирішили розібратися, што тут правда, а што безподставна паніка. У ближайші годы у регіоні побудуть три великі сметьсартовальні заводи. Яне з'явіться у Гомелі, Мазирськім і Жлобінськім районах. У Апошнім спочатку выбрали територію побач зв'язкій лісінь, це 12 км від райцентра. Почому выбір пал именно на цю територію? Ну, во-первых, ця територія расположена на Солонському сільському сільському сільськім сільськім сільськім. Вибір пал, тому, що планирується строювання регіонального комплексу по обращенню з твердими коммунальними отходами. Два основних поставщика отходів це буде Светлогорський і Жлобінський район. Ця територія знаходиться на дорогі Р-149, которая соединяє ці два района. Основной поток отходів буде вестись именно з цих районів. Планировалось вести з цих районів. Тобто, удобна логістика? Так, в першу чергу, звісно, це удобна логістика. Але на даний момент ми провели общественне обсуждення і по результату общественних обсуждень і в роботі, проведеній з екологічною службою, ми вирішили відмовлятися від цієї території, так як вона знаходиться в рамках водно-болотного заказника. І влади почали шукати іншу пляцовку. Зараз розглядаються два варіанти. Каля вісок радуша, ці праскурні. Першая знаходіться даліка, каля 30 кілометрів від жлобіна, а другая – у двоя ближі. Каля дзеючага сортовальнага завода. І він, даразші, свій резерв вже випрацавав і буде закрыты. І все ж таки, віртуальні експерты зробіли акцент над тим, що територія заказника наумісно була облюбована уладами для завода. Тут потрапується тлумачення. Водно-багновий заказник місцевого значення – це омаль 9 тисяч гектарів. За зміни клімату червонокніжні рослини зісталіся тут прикладна на 800 гектарах. А між тим, ліс потрапує проведення сур'йозной лісогасподаршої дійності. Для згазу звернувся у Академію навук з просьбою вывести большу частку території з зоны заказника яші у весну. А гэту пляцовку для будовинивства завода обрали только Увосинь. Видно по данному планшету со снимоков из Купутника, то данная территория заказника уже видно, как разрежена сплошными санитарными рубками по караену. То есть это доказывает факт того, что на данной территории происходит усыхание и деревья не способны сами себя заживлять и производить дальнейшее самовозобновление. Поэтому на данной территории проходят сплошные рубки санитарные и для дальнейшего эта территория восстанавливается лесными культурами, засаживается сосной и березой для дальнейшего восстановления наших лесистостей. Ну и опять же, по сути получается, что территория, где произрастают красно-книжные растения, занимает сейчас примерно процентов 10, да? Да. От всего заказника, не больше. А все остальное можно выводить. Да. Ну, данное заключение мы получим буквально около 10 дней, где-то на первых числах половины декабря и уже в дальнейшем проведем согласование с районным исполнительным комитетом, инспекцией районной и межрайонной инспекцией при президенте Республики Беларусь. И все это нужно, чтобы спасти лес, да, по сути? Конечно. Отрымливается, что вся смешанная у телеграм-канал информация – миф. Да, были планы, а Лязара ситуация изменилась. Никто не снищая лес, ведутся выключено санитарные рубки, а на вызволенных местах высаживают новый лес. В настоящее время площадки еще не выбраны, а тем более, что нельзя говорить о том, что есть какое-то предприятие, которое уже проводит работу и так далее, этого ничего нет. После выбора новой пляцовки, проведения экологичной экспертизы обовязково пройдут громадские обмеркования. И когда иснующий завод обслуговывает только Жлобинский район, то могутности нового будут различены сразу на пять. Это так само Светлогорский, Будокошалевский, Кармянский и Рогачевский районы. Запуск сметки сортовального завода запланованы на 2025 год. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания Гомель, Жлобинский район. Спорт поза политикой. Заклики до спортсменов и тренеров байкотировать справу своего життя и стисупрать державы, это жесткая провокация. Выступать нашим чемпионам под белорусским своим национальным флагом никто не может заборонить. Тому зараз спортсмены активно подписываются открыты зворот до громадскости. Уликутых, кто выказал свое меркование, олимпийские чемпионы, чемпионы света, Европы и переможцы инших бойных международных стартов разных поколений. Зараз у Беларуси собрано больше, как 2500 таких подписов. Наши знакомитые соечинники и зусим молодые спортсмены протягивают приходить в центры олимпийской подрыхтовки и управлений по спорте и туризме, как поставить свой подпис и тлумачать на что им это треба. В первых, наверное, в поддержку белорусского спорта, в поддержку дальнейшего развития белорусского спорта, ну и, конечно, поддержку наших ведущих спортсменов, которых мы ждем в дальнейшем очень высоких результатов на международной арене. Я подписал это письмо, потому что мне хочется выступать под своим государственным флагом, а не под каким-то там нейтральным, чтобы я все время был за свое государство. На руле означало 77-ю ходовину вызволения от немецко-фашистских захопников. На памятный митинг пришли сотни жихоров, унуки и правнуки солдат перемоги. Как сказать, дякую за мирное небо. За 27 месяцев оккупации района фашисты целком спалили 19 вёсок. Закатовали и расстреляли омальше сот мирных жихоров. Больше 700 человек согнали на работу в Германию. За вызволение на руле отдали своей житии 24-й воина 415-й стрелковой дивизии. Хвилина молчанья, заклик спыниться и задуматься над ценной перемоги. Затым ускладание кветок до подножия помника и залпы хармат. А долей десятки километров дорогами вызволителям. Автопробег по значных мястинах, местах памяти и смутку. Сегодняшний автопробег посвящен освобождению на руле 77-й годовщине освобождения на руле от немецко-фашистских захватчиков. Это знаковый день, знаковое мероприятие и с огромным удовольствием принял приглашение сам поучаствовать в автопробеге посвященном этой замечательной дате. Заховать свет без кровопролития, каб не стратить родиму. Про это сёня у сёдчастей говорит с тех, кто на своем опыте пережил жахи военных конфликтов. Арутюн Петросян народился у Баку и до 27-ми годов жил у Азербайджане, поколь не почался Карабахский конфликт. С тех часов его життю погрожала небезпека. За своей национальности ему, как и тысячам армян, пришлось бегать с краины. Начались провокационные действия, как с одной, так с другой стороны. А мы, как говорят, лезь рубят, щепки летят. Мы были уже как заложники этого всего процесса. И из-за безопасности мы вынуждены были уехать. Потому что фамилия и внешность выдает, а жизнь-то дается один раз. И мы решили переехать сюда, в Белоруссию. Здесь по линии жены у меня есть корни ее. И это все меня успокоило. Вместе с семьей мы уже 30 лет проживаем здесь, в Белоруссии. Аруцюн Петросян отримал у Гомелли высшую адукацию, знайшел работу, выгадовал двоих сынов, которые так само закончили университеты. Зараз мужчина работает в будильном тресте номер 14. Белоруссия лечит другой родимой и не хочет ее стратить. И он на свои очи бачил, насколько крохким бывает мир. Разумных людей и трезвомыслящих людей в Белоруссии больше. И вот эта сила добра превзойдет силу зла. Независимо от того, что третьи лица, которые стоят за всем этим беспорядком, делают вот это грязное свое дело, вносят распри в наш народ. Но у них это не получится. И опять повторюсь, что сила добра превзойдет и в ближайшем будущем, лично мое мнение, будет все хорошо, потому что народ понимает, что это все западные товарищи, которые хотят нас рассорить. Но они этого не дождутся. И это все сочтется им, потому что мы под одним Богом живем. И Господь Бог всегда наказывает, рано или поздно, он наказывает ту сторону, которая хочет, чтобы в Беларуси пролилась кровь. Сегодня сусветный день борьбы со снитом. Он закликан извернуть увагу громадства на профилактику этого захворования, а так само на поддержку ВИЧ-инфицированных. Целком выдалить вирус с организма нельха. В тот же час, благодаря современным методам терапии, можно спинить развитие захворования. По опущенных дадзиных протяглость життя ВИЧ-позитивного человека, который поддерживает лечение, пораун с протягностью жизни без диагноза. Однако ВИЧ-инфицированные часто сутыкаются с дискриминацией, что ускладняет их социальное життя. Ситуация в принципе не изменилась. На сегодняшний день в Гомельской области зарегистрировано более 12,5 тысяч ВИЧ-позитивных. Живущих с ВИЧ, назову точную цифру, это 8402, это на 1 декабря текущего года. По-прежнему доминирующим является половой путь передачи. Сохраняется возрастная категория от 30 до 50 лет, более 60%. Ну и что еще хочется сказать, у нас есть некоторые положительные моменты. В этом году не зарегистрировано ни одного случая ВИЧ-инфекции среди новорожденных. Глобальная мета ААН 90-90-90 заключается в том, как не меньше 90% людей, которые живут с ВИЧ, ведали про свой статус. 90% хворых проходили лечения и 90% пациентов домоглись снижения вирусной нагрузки. Свойчасово призначить лечение допомогает тестирование на ВИЧ. До 24-го Снежня у областных центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование по Криви. Доведаться про свой статус можно и самостоинно набыть у аптецы тест на ВИЧ по Слення. Держалта инспекция Гомельской в области сёння распочала профилактичную акцию Держтехагляд. Яна будет Супрационники ДАИ организуют суместные с представниками унитарного предприемства Белтехагляд рейды, мета яких выявить факты эксплуатации транспорту без дозволу на допуск до делу дорожным руху. При этом особливую увагу нададут техничному стану ауто, что належит юридичным особам. Так само инспекторы нагадают аутоуладальникам об тем, что треба отказно ставиться до подтримания машин в справном стане. С вычасово пройденный техогляд залог безопасности всех удельников дорожного руху. Подкреслили УДАИ. Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Беларуси по адекватии, навыции, культуре и социальном развитии, старшиня Гомельской областной организации белорусского товарыства червоного крыжа Алла Смоляк, другого Снежня проведет промой телефонную линию. Задать свои пытань не сенатору жихары в области смогут с 9 до 11 и 1 по номеру телефона у Гомели 56 81 85. У Гомели прошли первое с поборництвы по аджилити. Это кинологичный вид спорта. Удельник накеровывает собаку проспала суперашкот. При проходжении уличивается и худкость, и докладность. Организатор с поборництву мясовый клуб собаководства. За узнагороды смагалися спортивные пары с Гомели и Минска. Вероника Гамзюкова побывала на турниры. На споборництвы приехали около 20 владельников собак со своими годованцами. На протягу одного дня они споборничали в аджилити, переодолене полосы пирожкот. Усих подделили на три категории в зависимости от величин собаки. Проведение турниру это великий крок на первый для развития этого вида спорта не только в области Аллеи Украины. У нас не очень популярен, но мы к этому идем. В Гомеле достаточно много детей занимается. Минский Гомель. Уровень начинающий занимаются года 4 приблизительно, насколько я помню, знаю. Само аджилити у нас наверное больше 20 лет. Но это было точечно. Сейчас у нас есть организация, соответственно мы этот вид спорта развиваем масштабно. Стараемся. Гомельчанка Евгения Воробьева выступала в паре с долгошерстной немецкой аучаркой Декстером. Для их это первое с поборницей. 6-месячного с Чанюка объединению юных кинолог подарили специалисты гадовальника Гомельского областного управления департамента Аховы. Яныш поддерживали юных собаководов и на этих с поборництвах. Профессийные кинологи регулярно проводят майстер-классы для выхованцев объединения. А дети берут их добрый приклад. Страшно на самом деле но из-за этого Малова не беспокоюсь потому что он огромный молодец он очень старается всегда меня слушает и реально круто бегает от жилец и в принципе он очень круто в учении Я одно время хотела поступать на юридические но сейчас думаю о том что поступать на таможенную службу и обучать там собак Нравится этим заниматься это стало уже моим хобби привычкой куда я с радостью иду и если кто-то сюда может ходить как и для него это будет работа обучать в своих номинациях спортивные пары с Гомеля завоевали 11 медалев на высшую приступку пьеды стала двойшей подымались Настасия Давыдова и немецкая учарка Багира один раз Дарья Кривашей и Кокер Спаниель Эля Вероника Хамзюкова Евген Макеенко телерадиокомпания Гомель Это и так самая иншая новин информацию об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cverhomil.bivac На этом выпуск завершен Всего доброго и до новых встреч в эфире Де Факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александра Гомоля Здравствуйте В Мозорском районе на реке Припять обнаружили труп мужчины Его увидели рыбаки и сообщили сотрудникам ближайшей станции о своде Водолазы извлекли их тело из воды и передали сотрудникам милиции Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливается Пожар в административно-бытовом здании щебеночного завода в Глушковичах произошел накануне около 9 часов вечера По прибытии спасателей в помещении наблюдалось сильное задымление людей внутри не было Пожар ликвидирован пострадало имущество в бытовой комнате Вероятная причина ЧП неосторожное обращение с огнем при курении Всего за прошедшие сутки на территории Гомельской области зарегистрировано три пожара повреждены одно строение и одна единица техники На оказание технической помощи спасатели выезжали четыре раза Курение в салоне машины привело к возгоранию автомобиля В Лельчицах пенсионер едва не сжег свою иномарку но вовремя заметил пламя которое появилось из-под сиденья и потушил его до приезда пожарных А это снова Глушкович из-за непогашенной сигареты горел деревянный сарай обрушилась кровля и потолочное перекрытие пострадавших нет Украине пытался везти в Беларусь 15 патронов 58-летний мужчина ехал через пункт пропуска Новая Гута на автобусе Чернигов-Минск Во время таможенного осмотра в его сумке были обнаружены предметы схожие с патронами Гражданин пояснил что забыл про них В настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие проверочные мероприятия Патроны направлены на баллистическую экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз по Гомельской области В действиях гражданина усматриваются признаки преступления предусмотренного статьей 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь Сотрудники ГАИ спасли жизнь водителю грузовика Мужчина уснул за рулем Инспекторы стали случайными свидетелями того как машина стала петлять по дороге из стороны в сторону Это произошло на участке трассы М-10 Речица-Гомель Экипаж ДПС смог разбудить водителя с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя После этого грузовик остановился на обочине По состоянию водителя было понятно что дальше двигаться он не может поэтому за руль его машиной сел инспектор Грузовик отогнали в Гомель к месту стоянки Госавтоинспекция ведет поиск очевидцев ДТП со смертельным исходом которое произошло в августе по Реческому проспекту областного центра 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не пропустил 49-летнего пешехода который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу Мужчина скончался на месте происшествия Все, кто обладает информацией о данном происшествии просят сообщить ее по телефону указанным на экране И такая информация Со 2 декабря на полигоне Борщевка будут проводиться боевые стрельбы Гомельская пограничная группа просит ознакомиться с расписанием учений чтобы знать когда в непосредственной близости от стрельбища будет небезопасно Тренировки стрелкового оружия будут проводиться со 2 по 4 с 8 по 10 и с 21 по 24 декабря с 10 до 16.00 на стрельбище войсковой части 12.42 около населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка Просьба в это время не приближаться к стрельбищу и не заходить за обозначенные указателями рубеж Это все новости к этому часу Я Александр Гамоля благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь и Трегомель новости спорта в студии Михаил Садовский Здравствуйте Сыгран перенесенный матч седьмого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги В этом поединке встречались гомельские команды БЧ и ВРЗ Итоговый счет 2-7 в пользу вагона строителей По одному мячу забили Рябцев и Мазной по два Лощерника и Клочко После всех встреч ВРЗ замыкает тройку лидеров турнира БЧ на четвертом месте ЦКК на восьмом В группах А и Б прошли матчи пятого тура юношеского чемпионата Беларуси В группе А Динамо БНТУ разгромила УВД Динамо 6-2 Академия МВД была сильнее Славянина 3-2 В группе Б Гомельская БЧ победила команду ЦКК со счетом 9-5 ВРЗ всего на гол уступили Борисову 900-4-5 По итогу этого тура Владислав Хомяков и Владислав Самусев из ВРЗ а также Александр Моисеенко из ЦКК попали в список лучших бомбардиров чемпионата Белорусы стали победителями международного турнира памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева Подопечные Сергея Осанова набрали 60 очков в командном зачете второе место у сборной Украины третье разделили Франция и Испания Напомню на соревнованиях имела представительство и Гомельская область выступали Владислав Смягликов Максим Паньков Александр Халаев Кирилл Самодуров Виктория Телеман Алина Вебер и Галина Бруевич В частности Владислав Смягликов боксировал с двумя мастерами спорта международного класса из Украины где одержал уверенные победы один бой он провел и одержал победу с нокдауном ну и решил решал задачи технико-тактического плана также подошел к боям на своем профессиональном уровне я думаю что мы достойно проявили также хотелось бы выделить нашего молодого боксера это представителя нашего города тренера Константина Владимировича Тупатилова Максим Паньков где он первый год боксирует среди взрослых и смог себя проявить на таком серьезном уровне с новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова